Русские народные песни Истоком русского народного музыкально-боэтического творчества можно назвать крестьянские песни и былинный эпос древнерусской эпохи. В древности песня отражала мировоззрение и историю народа и сопровождала быт и основные события в жизни семьи, посевные работы и уборка урожая, смену времен года, а также свадьбы, похороны, рождение детей. Русские народные песни Совершенно другое отношение было к акафистам, псалмам и тропарям, песнопениям, связанным с церковной жизнью и житиями святых. Их признавали полезными для духовного развития человека. В результате старинные народные песни исполнялись, как правило, во время праздничных застолий. Правление Петра I и его дочери Елизаветы Петровны принесло России множество перемен, и люди столкнулись с новыми реалиями. В результате возникли новые жанры народных песен, например, солдатские. А персонажами стали не только добрые молодцы, краснодевицы и былинные богатыри, но и подьячи, писари, солдаты и офицеры. Кроме того, постепенно, вплоть до 20 века, стал развиваться городской романс, и новые народные песни отчасти копировали его. В 19 веке появился новый жанр – частушки. Это шуточное четверостище, написанное пятистопным хореем и исполняемое под характерную мелодию. Между прочим, частушки бывают не только народные, но и авторские. Колыбельные Передавались из поколения в поколение и пелись над детской колыбелью, и были призваны защищать ребенка от злых духов, помолиться о его здоровье и счастье, помочь малышу быстрее заснуть. В основе детских песен лежали языческие заговоры и обряды, хотя со временем в них появились и элементы православной религии. Пожалуй, именно в этом жанре можно наблюдать наибольшее смешение этих противоположных религиозных направлений. Обрядовые песни традиционно сопровождали все календарные праздники славян, потому история русской народной музыки тесно связана с религией. Наиболее ярким примером обрядовых песен являются калядки – веселые песенки, которые пелись ряженными на святки. Здесь также прослеживается интересное смешение религиозных направлений. Само название калядки произошло от имени языческого бога зимы – календы. Однако эти обрядовые песенки исполнялись на крестьянский праздник – святки. Неизменно обрядовые песни сопровождали масленицу, день Ивана Купалы, а также события, имеющие значение для каждой конкретной семьи – поминки, свадьбы, дни рождения детей, другие памятные даты. Также к обрядовым песням можно отнести церковные песнопения, которые создавались людьми, отрицающими языческие корни во всех их проявлениях, полностью посвятившим свою жизнь служению церкви. Песни плачи – особая часть русской культуры, создаваемая представителями особой профессии. Плач и соответствующие обряду музыкальной формы являлись обязательно частью церемонии повиновения умерших. На сегодняшний день известны наиболее распространенные песни плачи для похорон, целые коллективные воинские плачи, которые использовались на войнах. И особое место в жанре занимает плач невесты, которая вместе с подругами оплакивает свое расставание с родным домом, девичеством. Эх, уже ты, свете наша, свет сестру женикя, сестру женикя. Эпические песни служили для поддержания боевого духа тех, кто отправлялся на войну или просто в дальнее странствие. С помощью эпических песен можно было скоротать время в строю, на привале напугать врага, обрушить на его голову все несчастья, а также в красивой и интересной форме рассказать о своих подвигах родной семье. ПЕСНЯ Русские народные частушки – это короткие забавные стишки, исполняющие нараспев, описывающие повседневные события в шутливой игровой форме. Пожалуй, это единственный жанр, который популярен и сегодня и продолжает развиваться. ПЕСНЯ Стоит ли говорить о том, что до 21 века русская народная музыка дошла и значительно видоизменилась? Сегодня все русские народные произведения можно отнести к танцевальным или лирическим. Поэтому ценность русско-народного музыкального поэтического творчества только возрастает. Историки постоянно находят в этом развлекательном жанре интересные факты. Ведь история русской народной музыки прекрасно отражает историю российского государства – народа. Народная музыка и сегодня остается востребованной, потому что для самоощущения и самосознания человека необходимо восприятие живой традиции. Оно дает людям возможность почувствовать связь с родной землей и с родным народом, ощутить уникальность родной культуры и силу, сокрытую в нем самом. «Наши народные песни – это грандиозное сокровище», – писал композитор Георгий Свиридов. «В них есть все, что нужно. Это музыка нашего будущего». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова